Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Максим Маркес ТВ. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. Европейская валюта выросла более чем на 250 пунктов по отношению к американскому доллару на прошлой неделе и завершила торги на поступах к уровню сопротивления 1,18 на отметке 1,1790. Что интересно, прошедшая неделя не была отмечена интересными событиями в еврозоне или резко позитивными важными экономическими публикациями. Европейская валюта росла буднично, используя слабость американского доллара и уверенность делового и политического мира в силе и стабильности собственной экономики. Основными новостями из еврозоны на прошедшей неделе стали уточненные данные инфляции за октябрь и рост ВВП за третий квартал текущего года. Оба показателя вышли в полном соответствии с предварительными прогнозами. Однако снижение базового индекса потребительских цен на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем вызвало определенное разочарование рынков. И даже вопреки низкой инфляции европейская валюта продолжила расти. После того, как ЕЦБ объявило о сворачивании программы количественного смягчения, запланированного до октября следующего года на фоне высокого экономического роста, рынки более спокойно относятся к сигналам низкой инфляции. Если регулятор приступил к ужесточению кредитно-денежной политики, значит ситуация в еврозоне действительно улучшается. Нужно, однако, помнить, что представители ЕЦБ, включая Марио Драги, периодически упоминают в своих выступлениях, что регулятор готов включить обратно любые методы смягчения монетарной политики, если того потребует ситуация. Ситуация в данном случае потребует, если инфляция продолжит снижаться и далее. Торговый баланс, как и сальдо платежного баланса еврозоны находится в профиците, который продолжает расти. Это говорит о том, что экспорт Евросоюза превышает импорт, что, в свою очередь, свидетельствует о здоровом состоянии экономики. В пятницу выступал глава ЕЦБ Марио Драги и в очередной раз заявил о росте экономики еврозоны. Кроме того, Драги отметил слабый рост заработной платы и сказал о необходимости сохранения либеральной кредитно-денежной политики и низких процентных ставок. Американский доллар на завершившейся неделе испытывал намного больше проблем, чем евро. Несмотря на увеличение объемов розничных продаж в октябре, рост индекса потребительских цен ожидаемо снизился до уровня 2%, то есть вновь достиг целевой границы ФРС. С большой вероятностью американский регулятор объявит о еще одном повышении процентных ставок в декабре. Однако падающая инфляция вызывает все больше обеспокоенности у представителей ФРС и участников рынка. Очередные проблемы с принятием налоговой реформы в США продолжают оказывать серьезное давление на доллар. И не исключено, что решение не будет найдено в ближайшее время. На предстоящей неделе не состоится ключевых экономических публикаций в еврозоне и США. Внимание инвесторов будет сосредоточено на дальнейшем развитии событий с реализацией налоговой реформы в США, а также публикации индексов деловой активности в различных секторах. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейший рост курса евро-доллар к уровням сопротивления 1,1815, 1,1830, 1,1865, 1,1900 и 1,1925. Британский фунт незначительно укрепился по отношению к американскому доллару на завершившейся неделе, прибавил в цене около 30 пунктов и завершил торги у ключевого уровня 1,32. Вопреки опасения, Банк Англии, инфляция Великобритании в октябре не продолжила укрепляться по сравнению с прошлым месяцем, зафиксировав рост на уровне 3%. Напомним, что ранее Банк Англии повысил процентную ставку из-за опасений высокой инфляции, которая негативно влияет на потребительскую активность. Центральной темой британской политики напрямую влияющей на экономику остаются переговоры по поводу отделения от Евросоюза. На прошлой неделе чиновники Банк Англии уделяли примерно одинаковое время, как чисто экономическим параметрам вроде высокой инфляции, слабого роста заработной платы и низкого ВВП, так и вопросам, связанным с Brexit. Марк Арнии заявил, что экономика страны очень значительно страдает от длинных переговоров, которые пока не приносят никаких результатов, кроме популистских заявлений чиновников, вовлеченных в процесс. Длительные строки и неопределенность переговоров значительно влияют на деловую активность, инвестиции в бизнес и потребительскую активность Великобритании. На прошедшей неделе появилась информация, что часть представителей республиканской партии готова выдвинуть вотом недоверие премьер-министру Терезе Мэй, так как она не в состоянии достичь приемлемых результатов в переговорах по Brexit. В пятницу некоторые новостные агентства сообщили, что представители Евросоюза отказались принять предложение официального Лондона по поводу суммы выплат, что вновь отбрасывает переговоры на несколько шагов назад. Пара фунт-доллар уже больше месяца торгуется в узком для себя диапазоне, центральной линией которой является как раз уровень 1,32. С одной стороны, уязвимости американской валюты и начало ужесточения монетарной политики Банком Англии могут способствовать восходящему тренду. Однако низкий экономический рост и сложный процесс отделения от Евросоюза оказывает существенное давление на возможный рост фунта. С большой вероятностью пара останется в диапазоне до конца года в ожидании более серьезных триггеров для движения. Особенно это справедливо для предстоящей недели, где единственной серьезной публикацией могут стать уточненные данные по росту ВВП Великобритании за третий квартал текущего года. И не ожидается важных новостей по Brexit. Наиболее сильным драйвером движения пары могут стать новости по поводу принятия налоговой реформы в США. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост пары фунт-доллар к уровням сопротивления 1.32.25, 1.32.40, 1.32.70, 1.33 и 1.33.30. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Аркест ТВ теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА